Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я просто открыла холодильник, посмотрела, что у меня осталось молоко и полистала свой YouTube канал и поняла, что давным-давно у нас с вами не было панкейков. Я решила сама их приготовить, просто зашла на YouTube, первый рецепт, который увидела, и у меня они замечательно получились. Как хорошо, что есть YouTube! Единственный такой момент, они получились очень тоненькие. Но дело в том, что я неправильно сделала пропорции, и у меня тесто получилось очень жидким. Но так как я готовила в первый раз, я считаю, что очень даже ничего. Я молодец! Сегодня встала рано. Давайте создадим романтическую атмосферу. Здесь у нас с вами виноград, маршмеллоу и панкейки. Я думаю, что я это все схомячу просто легко. Давайте сделаем вот так вот. Вот это кайф, ребят! Вот это кайф! Я сегодня почти без косметики. Немного даже стеснялась без косметики снимать видео. Просто немного консилером прошлась, по проблемным зонам. Не помню, когда последний раз снимала видео без косметоза. Я вот доснимаю видео и сразу же бегу к хвате. Оттуда мы уже поедем на море. Я так давно не была на море. Я вообще море не очень люблю на самом деле. Я больше люблю бассейн. И какие-то акпопарки. Во-первых, потому что на море есть медузы. Они меня жутко раздражают. Я немного их боюсь. Я предпочитаю редко ходить, но в какие-то хорошие комплексы. Но, к сожалению, сейчас все бассейны, развлекательные центры, все закрыто из-за коронавируса. Только можно на море. Причем мы сидели-сидели ждали у моря погода. И вот только сейчас решили поехать. Но я не умею плавать. Я однажды чуть не утонула. Очень хочу научиться плавать. Вот у меня брат. Два-три раза мы поехали там на Волгу. И он сразу научился плавать. А я сколько пытаюсь. Смотрю ролики на ютубчике. Нифига у меня не получается. Поэтому я приняла решение, как только бассейн откроется, я пойду и научусь плавать. Это жизненно необходимо. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто умеет плавать, а кто нет. Говорят, чем старше ты становишься, тем тяжелее научиться. Ну, блин, смотрю видео в ТикТоке, собака сама по себе плавает. Вот кто ее учил? Мой брат однажды предложил идеальный вариант. Говорит, а давайте Айку закинем куда поглубже. Пусть сама выберется. Инстинкт самосохранения поможет ей научиться плавать за несколько минут. А вдруг Айка утонет. Ничего так. Невелика потеря. Слава Богу, мой отец не поддержал эту идею. Еще думала снимать на море себя в купальнике или нет. А потом я такая думаю, все люди, которые находятся там на море, все видят меня в купальнике. А если мои подписчики это увидят, то это все стыдно. Раньше мне часто писали, что... Айка, что это за откровенные наряды? Сейчас таких комментариев почти нету. Я иду в магазин, я меряю кофту. Там видно живот. Если подобные вещи продаются у нас в магазинах, причем их очень много, преобладающие большинство топиков, это с открытым животиком, значит у нас так одеваются. Если бы нас так не одевались бы, у нас такие вещи бы не продавали. Я замечательно отношусь к религиозным людям. Очень хорошо отношусь. Возможно, я тоже когда-нибудь приду к этому. Но мне очень не нравятся люди, которые лезут в чужую жизнь. Как же это вкусно. Может быть, внешний вид не вау. Я согласна с вами. Но это обалденно. Это очень вкусно. Мы еще хотим на пляже снять мук-банк на фоне моря. Я думаю, тоже будет интересно. Уже 2 сентября. Уже с какой-то. Что-то виноград мне не очень понравился. А вы пишите, Айка любит все. Нет. Иногда бывает, что-то куплю, мне не нравится, и я не ем. Но это бывает очень редко. Но все же такое бывает. Вот читаю комментарии. Многие пишут, Айка, Парень зовет замуж, когда вы поженитесь, когда будет свадьба и так далее. Я просто честно устала отвечать на эти вопросы. Миллион раз уже отвечала. И не хочется повторять, как попугай одно и то же. Чтобы создать семью, нужно хотя бы иметь работу. Стабильную. Мой любимый, он не против семьи. Есть такие мужчины, они просто бабники, они всю жизнь хотят развлекаться. И их в ЗАГС не затащишь. Мой он не такой. Он хочет семью. Хочет детей. Он считает, что самое главное в жизни каждого человека – это семья, которую обязательно нужно создать. Просто я иногда вижу, есть такие заядлые холостяки, что нет, я всю жизнь буду развлекаться, я не хочу. Никаких обязательств. Жарко стало. Поэтому в этом плане я не переживаю. Всему свое время. Вот так говорить, как будто нам по 35 лет. Все будет потихонечку. Куда спешить? Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. У меня тоже была одноклассница, точнее, одногруппница. На первом курсе выскочила замуж. Быстро-быстро создала семью, родила ребенка. Взяла академический, родила. и уже, к сожалению, развилась. Потому что плохо знала своего избранника. Я недавно видела видео в ТикТоке. Одна блогерша, вроде ТикТокерша, Айза, или как-то ее так зовут, ее взяли и украли. Я в шоке вообще. за свои годы никогда не видела и не слышала, что кого-то украли. Я всегда думала, что это какая-то чушь, там, какая-то старая традиция. У нас обычно, знаете, как делают? Воруют жениха на свадьбе. Берут жениха, увозят куда-то и просят выкуп. Ну, как такой прикол, да? Это уже все происходит непосредственно на свадьбе. И прям большие какие-то суммы, шантажи, все дела. Но в Азербайджане, если девушку реально украдут, девушка просто подаст заявление и никакой свадьбы не будет. Ни за что, никогда. я реально всегда думала, что это просто исконные какие-то традиции, которые были очень давно и которые обошли нас стороной уже. У меня бабушка вчера, кстати, рассказывала случай. У нее была одноклассница. Ну, представьте, там речь идет о 35-м годе. 1940-й где-то год. Получается, что ее одноклассницу выдали насильно замуж. Ну, как бы обручили, да? У нее должна была быть свадьба. И она решила со своим женихом, со своим одноклассником убежать. Написала там записку, все дела. И убежала. Получается, отец типа опозорился, дал слово своему другу, а его дочь вот так вот его опозорила. Раньше было все так. Ну, по крайней мере, бабушка так рассказывает. И он позвал свою дочь домой, сказал ей, что что бы ни случилось, ты моя дочь, приходи, обсудим, поговорим. И она пришла. Он взял ее, пошел к обрыву, вот как мне бабушка рассказывает. Он ей сказал, «Стой у обрыва», вытащил, вытащил из трусов, шучу, я придумала. Короче, из брюк вытащил револьвер и выстрелил прямо в голову своей дочери за то, что она его опозорила, понимаете? Я сначала подумала, что бабушка это придумала. Я набрала отцу, говорю, «Папа, а реально был такой случай?» Он такой говорит, «Да, представляете, своего ребенка убить просто за то, что она пошла по зову своего сердца». Ну, не идиот. и вы прикиньте, что самое интересное, в то время за такие вещи не сажали. то есть, сделал-сделал. Его дочь что хочет, может делать. Гениально. поэтому, когда встает вопрос о том, что в то время не было геев и лесбиянок, просто в то время люди, наверное, боялись выразить свою расположенность к той или иной категории. тебя просто могут расстрелять. И больше всего меня, знаете, что удивляет? Она, наверное, знала характер своего отца. Она же всю жизнь с ним живет. И он такой говорит, «Давай пойдем к обрыву». И я такая, «Ой, давай!» Он такой говорит, «Встань там!» И она встала. Потом он вытаскивает револьвер из трусов, ой, из брюк. из кармана. И она все равно там стоит. Я бы убежала. Ну, хотя фиг знает. Никому не желаю оказаться в такой ситуации. Сейчас, знаете, рассуждать просто сидя и кушая блинчики, это просто... Ну, иногда меня просто шокируют рассказы бабушки. И мне реально как-то не верится, что ли, что такое вот может быть. если вам интересно, бабушка очень часто рассказывает истории из ее детства, из ее молодости, истории любви и все дела. Если вам интересно, дайте мне знать в комментариях, я вам буду рассказывать. Спасибо. 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 О, боже. Мне Фатя всегда говорит эту маршмеллу добавь в кофе и засунет и все в микроволновку. Но у нас микроволновка испортилась, так что еще не скоро я это сделаю. Поехать сначала к Фате, а потом оттуда на море будем отдыхать, так что ждите новые истории. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok